Прошу любить и жаловать. Дмитрий Медведев познакомил россиян с прекрасной дамой. На совещании работников образования учителям представили нового министра Васильеву. Два слова скажу, просто для того, чтобы передать бразды правления, ну а заодно и представить нового министра науки и образования Ольгу Вердену Васильеву. Прошу любить и жаловать. К тем, кто ее так долго ждал. Во всех смыслах. Новая глава Минобора пришла не с пустыми руками. Напомню, еще накануне в день, так сказать, вступления на царство, Ольга Васильева пообещала взять учителей под крыло. И слово свое сдержала. Педагогам, к примеру, пообещали бумажные работы, у них теперь будет меньше. Горы отчетов начнут стремительно таять. Что же касается зарплат, их как минимум не урежут, а кое-какого они даже и подрастут. Например, у тех, кто трудится в сфере доп. образования. Я предложил бы, естественно, еще раз проанализировать соотношение между гарантированной частью заработной платы учителя в структуре общей заработной платы и премиальных выплат, надбавок. Подготовить рекомендации и при этом все-таки предложить самим регионам на региональном уровне определиться с тем, каким образом поступить. При том, что, конечно, за Министерством образования осталась бы методическая, методологическая составляющая. Это, своего рода, масштабный ПЕД-совет. И премьеры новый министр сразу же окрестили судьбоносным и заявили, перемены скоро ждут и единый госэкзамен. Я хочу сказать только несколько цифр. 83 региона, 680 участников, это представители государственных, муниципальных органов исполнительной и законодательной власти, это педагоги, это педагогическая общественность, это представители родительской общественности. Продолжение следует...